Меня слышно? Или нет? Появился звук? Ага, слышно? Напишите в чате, всем слышно? О, хорошо, наконец-то. Так, все, разобралась. Так, видео не будет, потому что оно у меня не работает. Даже с другого браузера. Я с телефона, поэтому видео не будет пока, к сожалению. Самое главное, чтобы было слышно. Это самое важное, это самое главное. Так, все хорошо, тогда начинаем. Немножко подзадержалась я, пока домой добралась, поэтому попытаюсь так быстро. В принципе, тема не такая прям слишком большая, и не так слишком много информации будет, потому что, ну, в принципе, наверное, да, в плане сопровождения я сопровождаю, как бы, наверное, как и многие. Вот, просто так как все равно появились вопросы и у моих девчонок, и по международке тоже у девчонок, и, в принципе, вообще в команде. Как идет сопровождение, что я делаю, как я работаю с человеком до регистрации, потом после регистрации. Поэтому решила так кратенько, в принципе, рассказать. Все равно более так обширно, даже в плане, допустим, самого обучения, это нужно отдельный вебинар, и это нужно, в принципе, как бы по самому обучению проводить все это. Ну, сейчас вкратце так, как бы, в общем расскажу, поделюсь своими какими-то моментами, отвечу на вопросы, если какие-то вопросы будут. Думаю, что кто не смог прийти, обязательно посмотрят в записи. Правда, не знаю, запись здесь делается в течение трех часов, по-моему. Если у кого будет возможность записать отдельно, то здорово, нет, так как бы придется подождать. Ну что, давайте я начну. Так, ну, немножечко обо мне, чтобы понимали, если есть, допустим, новички сейчас на данный момент, может быть, есть те, кто со мной еще не знаком. Так, поэтому давайте немножечко просто о себе вкратце расскажу. Вот, меня зовут Кристина. Так, мне 28 лет, я из города Санкт-Петербург. Вот, замужем, есть дети. Так, вот, так что, как бы, семья большая. Вот, написала тут вкратце, не стала тут, как бы, слишком много перегружать. Все равно, как бы, более подробно о себе еще расскажу, как бы, так чисто, чтобы познакомиться, потому что знаю, что новичков много, новички присоединяются, вот, и каждый день и очень много. Так, по поводу вообще сопровождения. Вот, смотрите, как я вот работаю с человеком до регистрации. Когда у меня пришли вообще, в принципе, первые, ну, отклики, да, после того, как прошел сам рекрутинг, я уже не говорю там, каким способом, любым способом, то есть, да, либо я вручную рекрутировала, либо, допустим, там, программа еще как-то что-то. Вот, у меня прошел рекрутинг, у меня появились отклики. Я уже не знаю, Тань. Я просто, как бы, буду сегодня смотреть конкретно, готовиться, ну, буду смотреть по отчетам, вообще, в принципе, смотреть, что как делается, к завтрашнему скайпу, чтобы уже, как бы, собирать девчонок, там, все это. Я даже не знаю, что у меня там делается, я просто знаю, что у меня, как бы, очень много регистраций было сегодня там, как бы, по веточкам, вот. Вот, и, кстати, знаю, что зашла, посмотрела по поводу, вот, курья крутов, которые я написала в чате. Это, да, я посмотрела, я сама в шоке. Поэтому, как бы, ну, вперед-вперед. Так что будем расти дальше. Так, по поводу, вернемся, да, к теме вообще. Так, когда у меня пришел, пришли первые отклики, да, то есть человек мне написал в личку в соцсети, например, либо в мессенджере. Очень часто ко мне переходят именно в мессенджерах, чем в соцсетях. То есть у меня в соцсетях обычно на аккаунтах у меня закреплена ссылка. И ссылка у меня закреплена с контактами. Моя ссылка-визитка. В этой ссылке у меня собраны все мои контакты, мессенджеры, YouTube-канал. Ссылка на регистрацию рекформа, то есть у меня отдельно там тоже прикреплена потом. И там же краткая информация по ссылке, когда он переходит вот в этот, на этот сайт-визитку, там, где у меня все контакты. Прикреплено у меня видео тоже небольшое там. И как бы человек, ознакомившись с информацией, изучив информацию у меня в профиле, да, допустим, после рекрутинга, он мне написал там, расскажите подробнее о работе и так далее. Здесь вот слайд, я не знаю, мелко-немелко, но если что, скриньте. Здесь вот я сообщение, написала пример сообщения. Это мое первое сообщение после того, как человек мне сказал, ну, как бы, расскажите о работе. То есть я отправляю первое сообщение человеку, но отправляю я не письменно, а голосом. Либо голосом, либо... Либо голосом отправляю голосовыми, либо стараюсь как бы... Ну, вообще, как бы, я не пишу, я не пишу текстом, я больше голосовыми отправляю. В Инстаграм могу, то есть если в Инстаграм пишут, например, отклики, да, приходят, могу написать, так как там не всегда у меня голосовые получаются, и как бы не всегда я, бывает, даже вписываюсь в голосовые, потому что они там короткие. Ну, могу, в принципе, там и написать, но в основном я именно работаю голосом, и первое вот это сообщение мое голосом. Я его полностью не буду зачитывать. Это я как пример вам написала, то есть что я человеку вообще говорю на первом сообщении, когда он мне спросил, что за работа и так далее. После этого первого сообщения, когда мне человек отвечает дальше, я уже отправляю ему второе сообщение, которое я здесь не внесла. Вот, второе сообщение, оно, в принципе, простое, то есть, ну, тут как бы скажу так словами, то есть если мне человек говорит, да, мне интересно, да, расскажите ее подробнее и так далее, я ему пишу вторым сообщением, да, тут уже от руки бывает, бывает тоже голосом наговорю, но чаще всего от руки у меня, потому что я оставляю свои контакты. Я ему пишу имя и пишу отлично, вот, чтобы я провожу собеседование в скайпе, либо созвонок по телефону. Напишите, вот мои контакты, оставляю свои контакты в скайпе, номер телефона, и дальше пишу. Напишите мне день и время, когда вам удобно созвониться, чтобы, как бы, вы прошли собеседование, провести собеседование. То есть я вывожу человека, это я примерно, как бы, вам сказала, тут, конечно, смысл, как бы, при сообщении понятен, то есть я вывожу человека даже с мессенджера потом в скайп, в скайп или созвон вторым сообщением. Я оставляю свои контакты, объясняю человеку, что я провожу собеседование только в скайп, либо созвон, и дальше пишу, напишите мне, когда вам будет удобно созвониться, чтобы пройти собеседование. И уже там дальше, если человеку это все входит, соответственно, мы проходим регистрацию дальше. Вот это вот первое сообщение. Я думаю, что, если что, свайды надо будет. Потом еще скину в чат, как бы, если пользуетесь. Это вот примерно, как бы, примерно такой текст. Я его периодически меняю, там, естественно, ну, имя, как бы, где-то что-то вставляю, какие-то моменты, где-то что-то могу дописать, допустим, что там про график работы и так далее. В основном это вот такое стандартное, что я человеку говорю. Так, дальше. То есть, когда вот я отправила первое сообщение, человек мне сказал да, я ему, я его вывела в скайп, мы с ним прошли собеседование. То есть, если человек после собеседования готов, то регистрация. Мы регистрируемся. То есть, он у меня заполняет регформу, регистрационную форму. Опять же, я ему скидываю ссылку. Данные я в личку, сама не беру. Вот, то есть, у меня человек заполняет регистрационную форму и отправляет мне данные всегда. Вообще, после собеседования, неважно, то есть, скайп, либо созвон. Вообще, у меня регистрация идет после собеседования. То есть, первое сообщение я человеку вкратце, ну, как это получается, вкратце я ему объясняю, рассказываю, что вот я, допустим, да, такой-то человек я представляюсь. Я там пишу, кстати, такой момент у меня спрашивали девчонки, что я пишу там как бы, да, что я директор, да, интернет-магазина и набираю менеджеров для работы. То есть, здесь я, когда девчонкам тоже объясняла, говорила такой момент, как бы, что здесь я даже не ориентируюсь, допустим, на то, что какой уровень и так далее, то есть, допустим, да, какой человек по уровню, по статусу. То есть, я просто даю человеку понять, что я серьезный человек, то есть, я как бы такой управляющий и подбираю серьезный персонал. И когда человека я вывожу на собеседование, то есть, я с ним провожу уже конкретно такое подробное, серьезное собеседование, там уже я рассказываю ему... На собеседование здесь я не вставила, я потом отдельно скину. Меня вот и Таня просила, девчонки просили, я скину потом, как я провожу собеседование. На собеседовании у меня, в принципе, как идет. Я рассказываю суть бизнеса, я рассказываю, ну, естественно, нам проговариваем, что надо делать, суть бизнеса, в чем он заключается, проговариваю, что за компания, рассказываю о возможностях компании, о том, сколько можно заработать. Мы не полностью прям, я даю прям, а так вкратце разбираем маркетинг-план, то есть, я рассказываю про выплаты, про возможности, вот. Вот, и как бы, то есть, про все вот эти вот моменты, про условия, про заказ также мы проговариваем. Я всегда говорю на первом собеседовании, на вот этом основном, я всегда проговариваю про заказ, рассказываю, что заказ на 150 баллов, проговариваю, для чего это нужно. То есть, эти все моменты у меня вот так вот последователи найдут. То есть, знакомство, мы созваниваемся, знакомство, я рассказываю, человек рассказывает, обратная связь, потом я рассказываю вообще, в принципе, суть бизнеса, в чем заключается бизнес, что нужно делать, откуда берутся деньги, вот, соответственно, вообще, что за работа, рассказываю о возможностях, рассказываю о доходе, привожу примеры, соответственно, и проговариваем по поводу ЛТО. Вообще индивидуально, вот, я свои собеседования провожу индивидуально, то есть, я и кандидат. Если, например, у меня собеседование есть, попадаются такие моменты, что я провожу собеседование для партнеров, допустим, ну, вот, у меня бывает там, да, по-теплому привели, или, допустим, провожу собеседование по-холодному, у меня такие тоже были моменты, то тогда собеседование проходит втроем, то есть, я новичок, ну, кандидат, да, допустим, и мой партнер. А так индивидуально, как бы, даже с кандидатами у меня, с каждыми индивидуально, то есть, созвон либо скайп. Такого нет, чтобы я там 3-4 кандидата собрала, то есть, и сразу на собеседование их. Так, дальше, когда вообще, вот, в принципе, прошло собеседование, мы провели регистрацию, все хорошо, человек зарегистрирован, дальше у меня вот такой момент, я даю две презентации человеку посмотреть, даю презентацию свою, опять же, суть бизнеса, и даю презентацию своего лидера. Здесь я уже, там, разных даю лидеров, то есть, я смотрю вообще, в принципе, какие вот презентации там, что как, и разных лидеров даю еще, чтобы, как бы, человек мог посмотреть двух людей. И после того, как он посмотрит две этих презентации, дальше мы, параллельно скачивая Telegram, если у него нету его, мы проводим созвон с ним. Я всегда обязательно с ним созваниваюсь. На созвоне, опять же, мы проговариваем с ним моменты, да, как он понял суть бизнеса после просмотра этих двух видео, как он понял суть бизнеса, как он понял, что нужно делать вообще, откуда берутся деньги, да, и так далее. Все эти моменты мы еще раз проговариваем, хотя, ну, это и на собеседовании там говорилось, и вообще, в принципе, после того, как созвон прошел уже, я добавляю человека в чаты. То есть, у него уже установленный Telegram, он прошел созвон после просмотра двух видео. Вот эти презентации я ему скидываю в мессенджерах, в мессенджерах, либо в соцсетях, где мы с ним общаемся. И параллельно, то есть, если у человека Telegram нет, он его устанавливает мне. А тут по-разному бывает. Если у меня человек в Instagram, допустим, да, я его перевела, допустим, в Skype, к примеру, или там на созвон вывела, там все созвонились, там потом смотрим, либо в Instagram дальше, я продолжаю с ним общение, либо, если, например, соцсеть такая, что ссылки там не дает как-то скидывать еще что-то, то есть презентации, я перевожу человека в мессенджер тогда. Но в Telegram я с ним общаться начинаю только после того, как он посмотрит презентации, две, мы с ним созвонимся, то есть перед добавлением в чат. То есть даже если у партнера, например, есть Telegram, то как бы все равно я даю презентации, созвоны только потом как бы по-разному. Например, сегодня я, то есть, как бы общалась, у меня все ВКонтакте, то есть если ВКонтакте я с новичком, мы оттуда договорились там на собеседование, там созвонились по Skype, например, с ним, либо по телефону, либо если вообще никак по ВКонтакте, допустим, через соцсеть созвонились. Там же ВКонтакте я ему скидываю ссылки на видео, и мы продолжаем с ним общение. Там я скидываю презентации, скидываю, если нет, там как установить, как скачать, что делать, то есть как зайти в Telegram, инструкции все, и мы там продолжаем общение до созвона и до добавления в чаты. То есть после созвона я добавляю человека в чаты, в три чата. Первый чат – это наш командный, соответственно, общий. Второй чат у меня идет в школа новичка. Я сопровождаю новичков всех не индивидуально, в личку, то есть, ну, с каждым, например, скинула там, то скинула там, то какие-то обучающие моменты все я скидываю в чат, по школе новичка, то есть у меня туда добавлены все мои девчонки, туда добавляются, ну, естественно, наши новички, их новички, мои новички, то есть туда добавляются, у нас этот чат пополняется постепенно, и там, да, в Telegram, и там, то есть они у меня проходят обучение, то есть там у нас чисто школа новичка, чисто именно моменты, моменты такие, как заказ, оформление, оплата, там, суть бизнеса разобрать, потом подготовительные моменты какие-то, то есть по сайту вопросы, то есть там по верификации, то есть вот такие моменты именно школа новичка, то есть там не обсуждается ни рекрутинг, ни маркетинг, ни какие-то там, как создать странички, как рекрутировать и так далее, и так далее, то есть только обсуждаются вот такие новичковые моменты по школе новичка. Ну, у меня вот я не договорила, в чате по новичку, в новичковый чат, ну, да, дублируется тоже информат, скидываются туда вот и вебинары какие-то, если проводятся, допустим, обучающие, и так информация, и по школе новичка скидывается, допустим, какая-то информация там. А третий чат у меня идет в Телеграм, называется «Выгодный заказ», то есть я рассказываю там, он у меня чат этот не, ну, как, не активный, в том плане, что там лишних никаких переписок, ничего нету. Этот чат именно для того, чтобы туда добавлялась, добавляется туда команда, добавляются туда новички, и каждый день, то есть у меня есть определенное время, я там рассказываю конкретно про выгодный заказ, то есть я туда скидываю. Помимо того, что я проговариваю с человеком со звоном и вообще, в принципе, в личку, и в новичковом чате мы скидываем информацию по акциям, как бы там еще более так углубленно идет презентация именно по выгодному заказу, то есть какие акции, какие есть выгодные предложения в каталоге, какие сейчас действуют акции, и, допустим, там какие-то, может быть, программы для, вот сейчас рекрутинговая программа, допустим, идет, потом какие-то программы для того, чтобы как бы активность вот по баллам, по заказам, потом какие-то выгодные акции, предложения из каталога и так далее, то есть рассказывается про продукцию, чтобы человек понимал, узнал, знакомился там, про wellness, про novage рассказывается, то есть там вот есть отдельные там и видео, и все, то есть новичок это все изучает, смотрит, какие вот акции, распродажи там есть, допустим, выгодные предложения, как выгодно оформить заказ, то есть так, чтобы и активироваться, и попасть в акции во все, и все, ну, плюсы собрать, и, соответственно, как бы мы так, я так человека готовлю уже к заказу, то есть уже как активация заказа, то есть он уже знакомится с продукцией, там есть каталог в этом чате, и там же именно вопросы идут по, допустим, продукции, если какие-то все-таки возникают по акциям, допустим, там я потом после презентации какое-то время, то есть я отвечаю, то есть там именно презентации, там больше ничего лишнего такого нету. Вот, наверное, вот, может быть, не знаю, благодаря вот этому чату, может быть, так и активируются люди, как бы в основном на 150 баллов, потому что, ну, когда человек видит выгоду, в принципе, он видит, он изучает информацию, вот, как бы, мне кажется, это здорово. Хотя я еще параллельно заговариваю, у нас после добавления, когда в чат, вот я скидываю ему, скидываю сразу после добавления в чат школу новичка в личку, в Телеграм, то есть я скидываю ссылку, объясняю, как зайти на сайт, что нужно сделать и так далее, то есть, ну, вот эти первые шаги, чтобы начать обучение. И у нас с ним созвон второй. То есть после того, как я добавила в чаты, я объяснила, что за чаты, вот, я дала человеку школу новичка, соответственно, ссылку, и у нас с ним идет созвон. На этом созвоне, то есть я, мы с ним проговариваем моменты, то есть он уже изучил информацию, он начал изучать информацию по школе новичка, если какие-то вопросы там возникли, допустим, он уже изучил чат, вот, по выгодный заказ, то есть он уже посмотрел какие-то акции, каталог посмотрел, что-то там, допустим, уже, ну, как бы, есть такие моменты, что изучил сайт, изучил и так далее. Соответственно, мы с ним, как бы, проговариваем, я отвечаю на его вопросы какие-то, проговариваем по поводу активации личного кабинета, что нужно, как бы, активироваться и сделать заказ. И эти все моменты, как бы, проговариваем, ставим цели, ставим планы, что как, то есть, да, будем делать. И дальше уже человек пошел в школу новичка у меня проходить. И там уже, то есть он уже параллельно, изучая информацию в чатах, изучая информацию, опять же, в чате, выгодный заказ, там тоже информация скидывается, то есть презентации, потом бывают такие моменты, что скидываю какие-то информацию, допустим, по продукту, соответственно, чтобы новичок, да, и вообще, в принципе, новички изучали. И проходя школу новичка, соответственно, человек уже дальше активируется у меня. То есть, в принципе, здесь такого прям секретного, да, ничего нет. То есть у меня получается, у меня получается так, что до Телеграм я обязательно, то есть первый созвон и презентации, дальше потом чаты, обучение, и так вот пошагово, то есть идет, идет все. Так. По поводу школы новичка. Вообще по поводу сайта. Это вот скрины, такие, можно сказать, ну, примерно скрины делала, чтобы, в принципе, показать. Сайт у меня отдельный, сайт у меня делала, сайт сама, по обучению все, то есть полностью сама. Выглядит он у меня вот так. Это скрин сделан как бы не полностью, а такая главная страница, то есть когда человек переходит по ссылке, новичок, да, например, либо, допустим, вообще партнер, переходит по ссылке, он попадает вот на такой страницу, где есть вход уже для тех, кто уже там зарегистрирован и, соответственно, пользуется этим сайтом, и есть пройти регистрацию. Когда новичок получает ссылку у меня, ему нужно по инструкции пройти регистрацию сначала, чтобы там был личный кабинет у него, и он смог им пользоваться, то есть и обязательно оформляет профиль там. Сейчас покажу. То есть вот так примерно выглядит на первом скрине регистрация сама на моем сайте, как она проходит на обучающем, то есть, в принципе, там все просто. Новичок регистрируется, вводит данные свои, какие он давал при регистрации, фамилия и отчество, электронная почта, номер телефона, обязательно те, которые он указывал при регистрации. Также вводит спонсора, кто у него спонсор, потому что, соответственно, там новички бывают, те, кто, допустим, не мои идут, а новички, допустим, моих новичков, и, соответственно, там, или новички там, тех новичков, новички там, допустим, уже там ниже моих новичков, то есть как бы. И, соответственно, то есть, чтобы указывали спонсора, чтобы я видела там по отчетам, соответственно, кто пришел, кто зарегистрировался на сайте, кто проходит обучение, и, соответственно, кто чей спонсор и кто у кого в команде. И, соответственно, указывает свой регистрационный номер, чтобы я тоже понимала и смогла по отчетам там посмотреть. Здесь на втором скрине уже мой личный кабинет, примерно основная страница, то есть здесь видео не прогрузилось, то есть у меня там видео загружено, видео по поводу вообще сайта, по поводу обучения, что за обучение дается, то есть там как бы вот так рассказывается о сайте обучающему моем, что за обучение, какие там есть разделы и так далее. Внизу под фотографии, то есть там есть настройки, личный кабинет, зайдя в личный кабинет, там можно, соответственно, отредактировать профиль, отредактировать свои данные, там тоже, то есть можно, естественно, указать свои контакты для связи, то есть там могут, можно через этот сайт обучающий связаться, допустим, с командой, соответственно, ну это нужно там, то есть новичок заполняет данные все, указывает свои контакты, все это, там можно также подредактировать и другие какие-то моменты, то есть именно в личном кабинете, что вам нужно поменять данные, если, например, изменилась электронная почта, номер телефона и так далее. Также там есть отчетность, отчеты это раздел, где у меня приходят все, там все отчеты по новичкам, по команде, кто начал обучение, какое обучение проходит, кто на каком шаге остановился, кому надо дать доступ, кому не надо давать доступ дальше на обучение, то есть там все, 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 у меня просматривается, кто на чем, где остановился, что делает, на каком шаге обучения остановился, где застрял, можно так сказать, бывает так, что человек проходит обучение, потом какое-то время не проходит, там не может пройти или там еще что-то, вот, то есть там все будет видно в этом отчете, потом как бы в принципе, как и обещала, то ссылку-то скину, после регистрации там все это можно будет посмотреть, эти все моменты, если я не стала скрин делать, потому что там, когда открываешь отчеты, там открываются отдельные разделы, которые можно зайти, например, и туда как бы тоже потыкать, посмотреть там эти отчеты, то есть там очень-очень, там уже, например, проверка идет заданий всех, когда, например, новичок вот пошел на обучение, я знаю, например, что он пошел в школу новичка, там первое задание, например, выполняет, то есть я могу зайти посмотреть, выполнил он или нет, там дать доступ ему на второе задание, допустим, потом там же есть уведомления, раздел, это уведомления, то есть приходят вообще полностью по сайту, по тоже обучению какому-то, и когда новички там что-то делают, когда запросы какие-то идут, допустим, да, и просто по обучению, потому что здесь на сайте у меня еще есть отдельное обучение интенсивное, то есть там вот дальше колоночка вторая, там есть интенсивное обучение еще. Может быть, интернет такой. Сейчас слышно или нет? Должно быть слышно, у меня вроде все нормально. Ага, просто, ну, наверное, просто пропадаю, видимо, то ли интернет такой, то ли что. Вот, и, то есть там как бы вот под моей фотографией там такие основные настройки. Я думаю, что на скрине, если что, можно будет потом увеличить, посмотреть. С другой стороны, вот там, где видео у меня не прогрузилось на скрине, вот белый квадратик это видео, и дальше там пошла вторая вот, второй зеленый такой кнопка, там уже пошли обучение. Само обучение пошло, которое есть на сайте, то есть там школа новичка, школа партнер, школа для лидеров, школа для директоров и выше, то есть там уже более такое интенсивное обучение. Это обучение, которое проходит на сайте, на самом на этом обучающем у меня, то есть там есть какие-то тренинги отдельные, какие-то вебинары отдельные, там есть марафоны, которые тут проходят, допустим, еще что-то. То есть интенсивное обучение, оно доступно, как бы там, в принципе, для всех, кто хочет, то есть параллельно еще работать, ну, как бы развиваться, обучаться и так далее. Потом там же есть личный бренд, есть таргетинг, это уже все идет для тех, кто как бы уже там выше, то есть уже растет, развивается, уже доступно будет. Все это под паролями. Пропало? Сейчас слышно? Ага, ну, может быть, с интернетом что-то. Я не знаю, как бы, у меня вроде слышно все, вроде настроено. Хорошо, ну, если что, попробуйте, перезайдите, может быть, что-то у вас или, я даже не знаю, пока нормально все. И там, как бы, то есть все обучение собрано. Я по разделам не стала писать, то есть дальше показывать скрины, что там, как находится. Когда просто открываете раздел по обучению, там открываются папочки, то есть там открываются такие, во-первых, там будет видео основное. То есть по этому разделу, например, зашел в школу новичка, школа новичка без пароля идет. То есть туда попадают новички без пароля, это большой такой раздел, там есть подразделы, такие маленькие папочки, где уже собраны задания по обучению. Вот все задания там в школе новичка, они под паролями. То есть новичок, пройдя первый урок, он должен написать отчет, там есть, когда он проходит, там видео дано, потом дана какая-то информация, потом дана, написано. Чтобы пройти дальше, чтобы продолжить дальше обучение, сдайте отчет, напишите отчет своему спонсору. Новичок заполняет отчет, отправляет его, и только после проверки этого задания, то есть открывается ему доступ дальше на обучение, он идет. Вот здесь под паролями, а уже дальнейшие там шаги школа-партнеры далее, она уже запаролена, то есть сам вот этот большой раздел, вот школа-партнер, школа для лидеров, она уже идет под паролем. И пароли уже выдаю я там, да, или мои, допустим, девочки-лидеры, кто уже рекрутирует, у кого есть новички, да, выдают в личку. То есть прошел школу-новичка пошагово, да, активировал личный кабинет, все, молодец, то есть дается пароль, пойдешь в школу-партнер. Школу-партнер пошагово прошел, сдав задания там, да, все, написав отчеты, все, дальше открывается доступ, например, к школе, допустим, лидеров. Здесь единственное, у меня раздел, я убрала раздел, есть школа-профи, вот, я его отсюда убрала, я его переделываю. Я сейчас покажу на скрине дальше, сейчас я не буду, я это вот не стала делать именно там, как оно выглядит все в школе, я сейчас на скрине покажу, какие темы я разбираю, то есть какие я темы даю в школе-новичка и в школе-партнер. Школа-партнер, я здесь убрала раздел, должна была быть школа-профи еще, я его переделываю, то есть она будет здесь, но будет позже. Там за школой-партнер она идет, школа-профи. Школа-партнер, она идет так, школа-партнер после активации заказом, любой, любой заказ, то есть я не заставляю новичков делать заказ на 150 баллов сразу, то есть они уже сами решают. Дальше уже школа-профи и лидерская школа, и выше, уже доступна только от заказов от 150 баллов, да. То есть там уже условия, там уже как бы партнер считается, то есть когда он прошел школу-новичка, школу-партнер, допустим, вот, он уже вышел в рекрутинг, он уже понимает суть бизнеса, он уже начинает вникать и разбираться, он уже организовал свое ЛТО, соответственно, то есть, да, он уже учится организовывать ЛТО на 150 баллов, и то есть как он только делает 150 баллов, ему открывается дальше доступ. То есть уже школа я-профи, лидерская школа, но лидерская школа уже идет с уровня 9% и выше доступна. То есть там еще уровень плюс заказ от 150 баллов идет. Так, ну и как бы там вот обучение собрано, на скринах посмотрите, там, когда нажимаешь видео вводное, и внизу даны папочки, на которые новичок нажимает, проходя постепенно, то есть, да, первое задание, второе задание. В каждом задании прикрепленное видео к этому уроку, какая-то информация написана, какие-то даны ссылки, если что-то нужно сделать. И, соответственно, дальше уже написано, да, что отправьте отчет спонсору для проверки, чтобы получить доступ к следующему заданию. В смысле, сайт, делала сайт платно, я сам делала его платно, а так он для команды, он бесплатный, то есть, именно в работе. А когда создавала сайт, делала платно все. Все, как бы, все эти моменты, то есть, все делала платно и делала, как бы, с человеком, еще человека нанимала, помогал мне человек, специалист. По созданию сайта, по оформлению и так далее. Все это платно делалось. Да-да, когда создавала платно. Так, дальше. Вот здесь я уже написала, то есть, конкретно по школе новичка. Да, здесь на скринах, в школе новичка я даю человеку, то есть, там задания какие есть, с чего начать новичку, потом знакомство с компанией, то есть, ну, человек должен понимать, в какую компанию он попал, что за компания, какие-то, да, моменты, соответственно, да, познакомиться с этой компанией, что за компания. Факты гордости компании, дальше, обзор и вообще, в принципе, по сайту компании, то есть, да, что на сайте находится, что находится в личном кабинете, где какие разделы. Соответственно, человек изучает все это, новичок. Дальше. Верификация. Это обязательно, то есть, я сразу же после регистрации в школе новичка, там есть задание, пройти верификацию, там данные видео, то есть, инструкция, что это такое, для чего это нужно, как ее пройти, что нужно сделать. Дальше, значит, подготовка работы места. Место – это раздел там большой, в том плане, что там заданий несколько по созданию, там я новичкам, то есть, говорю и рекомендую, мы создаем странички, но создаем странички именно на бренд, то есть, не рабочие странички, а именно странички на бренд, они создают в трех соцсетях, плюс YouTube-канал они создают там по инструкции, то есть, сразу его создают, чтобы он у них был, и потихоньку его раскручивать уже. Так, по поводу сайта. Сайт делался долго. У меня сайт делался долго. Я сайт делала в течение четырех месяцев примерно. Три с половиной у меня получилось. Ну, да. По поводу страничек, там в школе новичка три соцсети. Инстаграм, одноклассники, контакт у меня. Я сторонник того, что, как бы, я, например, сама, ну, как бы, в какой-то, допустим, в определенной соцсети там, я, например, не очень люблю контакт, но я сторонник того, что новичок должен изучать все соцсети, в принципе, так же, как и я, потому что в команде есть люди разные. Кто-то, например, пришел, будет рекрутировать, как я, в Инстаграм, например, очень много. Кто-то пришел, не сможет в Инстаграм рекрутировать, не понадобится ему эту соцсеть, но он захочет рекрутировать в Одноклассниках или, например, ВКонтакте. Поэтому я всегда ориентирую новичков в школе, вот, в первых шагах, знакомству и созданию страничек во всех трех соцсетях, то есть именно брендовая страничка ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграм, то есть по одной страничке они создают. Ну, брендовая, я всегда объясняю как. Если у тебя есть личная страничка, и ты, если, допустим, ты готов, да, ее развивать и дальше выкладывать на ней информацию про бизнес, про работу, про команду, то есть, да, ну, как бы, как мы ведем брендовую страничку, все, без проблем. То есть, в принципе, создавать не надо. Если, допустим, есть такие, кто не хочет, тогда, да, как бы, создаю тут брендовую страничку и обязательно YouTube-канал там. То есть, ну, YouTube-канал, там просто первоначально даже его создать. Все настройки, все идет уже в школе, я в школе-партнер. Дальше. Вот. Так. И дальше последнее задание в школе-новичка идет оплата и оформление заказа. То есть, только после активации номера личным заказом на любую сумму человек попадает дальше в школу. Дальше проходит школа-партнер и так далее. Поэтому это как вот последнее задание, активация личного кабинета заказом. Так, по поводу школы-партнер. Здесь уже более такое серьезное обучение проходит у меня. Тут маркетинг-план. То есть, уже более углубленно, более подробно, более таким, как бы, языком уже, более таким серьезным языком уже для партнера. Потому что новички даже не все понимают маркетинг-план. Поэтому маркетинг-план я всегда даю в первом созвоне. После там вот, когда я говорила там, да, раньше, что после собеседования первый созвон, когда у меня проходит. Вот на первом созвоне я более так приближенно так, более так, наверное, даже подстроившись под новичка, то есть, да, что ты новичок. И я понимаю, что новичок не всегда понимает, да, ну, маркетинг-план сразу, не всегда ему понятно выплаты и так далее, и так далее. Поэтому более так, подстраиваясь под него, я объясняю маркетинг-план его. А более углубленно, более уже так конкретно изучается маркетинг-план уже в школе-партнер. Также там все идет по созданию рабочих страничек, по рекрутингу. То есть, там уже вся информация идет, как создать рабочие странички, как их раскрутить, как их наполнить, как, что делать по поводу рекрутинга, какие бывают методы, какие бывают способы рекрутирования, автоматизация и так далее. То есть, тут уже все идет более так, так серьезно. И в школе-партнер я уже учу своих людей работать с отчетами и вообще со структурой. Так как уже в этот момент появляется команда у новичка, да, регистрируются новые партнеры. Соответственно, у меня уже, у меня бывает так, что новичок, придя в команду, уже приводит, да, своих новичков. То есть, у кого-то первые регистрации сразу же, у кого-то через день, у кого-то через два. Соответственно, я уже учу со школы-партнер людей, даже если они на уровне, допустим, 3%, работать со структурой, работать с отчетами, знать, что такое информационный листок, знать все показатели, знать, как смотреть структуру, как прорабатывать структуру и так далее. То есть, я уже этому всему, там есть задание, человек обучается. То есть, это уже такая более школа, более такая уже идет на рекрутинг и на работу со структурой. До школы-партнер, вот у меня многие спрашивали, у меня новички пока проходят школу новичка и пока не активировались личным заказом, они меня рекрутируют только по теплому рынку. То есть, там в школе новичка есть... Когда у меня вообще как? У меня вообще такие девчонки самостоятельные, я сама удивилась. А у меня, если, например, человек работает по теплому кругу, я всегда помогаю, провожу собеседование по телефону. То есть, они мне пишут список знакомых, ну как, пишут список знакомых и дают контакты там, допустим. Я провожу собеседование. Вообще, в принципе, у меня девчонки такие, что они у меня стараются и начинают сразу проводить собеседование, сразу работать уже, как бы отрабатывать отклики, сразу уже работать с теплым. И, как бы, в основном, да, в основном по-теплому. Если есть, например, люди, которые у меня пришли, вот как я, допустим, к Тане, ну, с таким, как бы, уже со знанием, да, например, которые, допустим, уже знакомы с соцсетями, которые уже знакомы с холодным рынком, которые уже, бывает так, что уже и странички есть готовые, я могу, в принципе, до школы-партнер, до активации личным заказом, если человек хочет, и ему это комфортно, удобно, выводить его на холодный рекрутинг, то есть он начинает рекрутировать, приглашать людей там, соответственно, рассказывать им о бизнесе и так далее. Вот, но в основном сейчас новички у меня такие, что, как бы, ну, именно сначала теплые, только потом со школы-партнеры идут уже по холодному рынку, включают его, соответственно, в работу. По-теплому, как бы, я мало, я всегда девчонкам говорила и говорю, что помогаю, да, собеседованиями, провожу собеседования по-теплому, по скайпу, либо по созвонам, то есть они скидывают контакты, помогаю, но в основном девчонки у меня стараются самостоятельно сами все проводить, как бы сами уже работать с командой, сами собеседовать, это, кстати, тоже плюс. Так, дальше. В принципе, в принципе, это все. Все. Дальше я тут не включила, когда, например, человек у меня прошел в школу-партнер, то есть он у меня прошел все задания, он у меня вышел в рекрутинг, соответственно, он у меня прошел, да, все вот это вот. Тут уже дальше идет уже сам рекрутинг, уже работа с командой, рост, и уже по мере роста, то есть у меня человек идет дальше по обучению в школу. Я-профи, вот я здесь не вставила, да, она у меня была после школы в партнер, человек попадает только после заказа на 150 баллов. Вот. Как только он делает этот заказ, он попадает туда, и там уже в школе Я-профи идет уже более интенсивное обучение по рекрутингу. Там уже идет, там уже я даю автоматизацию, там я уже даю методы рекрутинга, такие как пассивный рекрутинг я уже даю там, то есть вот методы такого пассивного рекрутинга, которые приносят регистрацию, то есть в команду. Это уже идет там, в той школе, дальше, по тем заданиям. Есть, но я сюда не внесла. Но вообще они как говорят, я всегда, я девчонкам так говорю, то есть когда, если они выводят на меня, допустим, да, они не рассказывают о бизнесе, они не рассказывают вообще, то есть о работе, о компании, ну как ничего, они просто пишут, то есть что, например, вот, Маш, давай я тебе, давай я твои контакты дам, допустим, Маш, давай я тебе твои контакты дам своему менеджеру, да, вот, он проводит собеседование, своему менеджеру по подбору персонала он проводит собеседование, ты с ним созвонишься, спишешься, созвонишься, когда тебе будет удобно, да, и пройдешь собеседование. Если тебе понравится эта вакансия, эта работа, вот, будешь работать, если нет, то нет. Или, например, так, Маш, давай я тебе скину контакты своего вышестоящего менеджера по подбору персонала, она проводит собеседование, вот, ты с ней спишешься и договоришься о созвоне, когда тебе будет удобно, пройдешь собеседование, если тебе понравится работа и вакансия, да, устроит тебя эта работа, да, то здорово, будем работать, если нет, то, как бы, ну, нет, так нет. Ну, как бы, то есть, вот, примерно вот так, то есть, они выводят как на, что вот менеджер, вышестоящий менеджер по подбору персонала. И тут уже, как бы, в зависимости от того, либо они дают контакты мои человеку, да, и человек мне сам пишет, либо они дают контакты, то есть, мне дают их контакты, допустим, и я с ними связываюсь уже. Они вот, как бы, вот так вот, есть, есть пример сообщения, я не вставила, думала вставить, не вставила, если надо, скину в чат этот пример сообщения, то есть, ну, в принципе, он такой стандартный, они так и пишут, там, например, имя, там, привет, вот, там, например, отлично, там, здорово, что, ну, как бы, заинтересовало, заинтересовало тебя, давай я тебе дам контакты вышестоящего менеджера своего по подбору персонала, он тебе все расскажет, все ответит на твои все вопросы, ты с ним спишешься и договоришься только о созвоне, чтобы, когда тебе будет удобно, и все. Ну, если что, могу в личку, как бы, если там, допустим, как бы, чтобы я не потеряла, можно в личку, либо в командный чат скину тогда. Если, например, теплый рынок, да, например, вот пишет у меня там, да, новичок, например, своему теплому рынку, с которым он не общался, допустим, там, ну, какое-то время, либо там, долгое время, там, полгода, год, здесь тогда по-другому разговор идет, здесь тогда человек пишет, например, там, Маш, привет, как у тебя дела, там, вот, увидела у тебя на страничке, там, вы были в отпуске, там, с семьей, как здорово, где отдыхали, вот, что новенького у тебя. И начинается разговор, то есть человек начинает завязывать разговор просто с человеком, просто с человеком, то есть какую-то тему, посмотрев страничку там, либо мне скидывает страничку, я смотрю, как бы, допустим, и мы начинаем завязывать диалог, то есть, ну, вот я на примере сказала, например, там, что вот, Маш, привет, там, да, вот, увидела у тебя на страничке, вы с мужем, там, и с семьей в отпуске отдыхали, как здорово, где отдыхали, как у тебя дела, там, что новенького. Да, сначала, сначала утепление идет, потом уже, соответственно, когда, ну, человек дает обратную связь, идет уже, как бы, общение, и потом, то есть, уже по диалогу смотрим. Вот у меня недавно, то есть, был, недавно был диалог, разбирали, то есть, ну, вот на примере тоже, ну, как, ну, тоже про отпуск был разговор, у меня новичок скидывал скрины, то есть, там писали, у нее, по-моему, знакомая, подруга, вместе учились они в ВКонтакте, она, говорит, тоже где-то там отдыхала, по-моему, вот она и написала, да, примерный текст, то есть, и дальше вот пошел, когда диалог, она вот стала рассказывать, она говорит, да вот, говорит, сейчас работу ищу, вот, то есть, стала рассказывать, что вот в декрете там такие вот все моменты, работу ищет, и она потом вот потихоньку-потихоньку стала выводить, то есть, она вывела ее на меня, то есть, уже потом дальше она предложила ей, то есть, вот, например, что, Наташа, ты знаешь, как бы, а вот я сейчас работаю там, сидя дома, не отрываясь от семьи, вот, как бы это, ты рассматриваешь удаленную работу, допустим, если хочешь, могу тебя познакомить со своим вышестоящим менеджером, вот, то есть как бы вы с ней созвонитесь, и она тебе расскажет подробнее о работе и о вакансии, то есть я примерно как бы так отрывками вот вам говорю, то есть суть, я думаю, что вы поняли, если слишком, например, ну, человек давно не общался, то сначала утепление, а потом как бы, да, по ходу диалога уже, то есть выводят на, допустим, на меня, если сами они не работают и выводят на меня, допустим, если, например, вот у меня в основном такие, как бы шустрые, самостоятельные, очень много, то есть в основном они как бы уже многие сами, а так, да, так помогаю, если помощь нужна. Так, в принципе, вроде как у меня все, вот, по сопровождению, как бы, в принципе, ничего такого прям секретного нету, то есть работаю, обработаю только голосом, редко пишу, вот именно, когда с новичками работаю, вот, созвоны. Ну, и я, как бы, я и девчонкам, и вообще, как бы, всем говорю, я-то так же, как бы, в принципе, все то же самое, просто, как бы, даже не знаю, как вот этот вот момент объяснить, не знаю, все зависит, все равно все зависит от людей, как бы, все зависит от новичков, вот эта вот включаемость, все. У меня тоже бывает, и отказы бывают, и бывает так, что и новички тоже неактивные, и у моих девчонок бывает так, что и новички неактивные, и, то есть, и трудности всякие, поэтому тут без этого никак. Да, согласна, тут, тут еще и, тут еще и эта роль играет. У кого-нибудь есть еще какие вопросы? Может быть. В принципе, у меня так получается, даже не то, что я сама, в принципе, так делаю, а вот именно, не знаю, может быть, потому что на меня смотрят, и все такие прям самостоятельные. У меня в основном получается так, что девчонки как-то вот сами-сами-сами, то есть, информацию на обучающем сайте получили, потому что там в школе новичка, на самом деле, то есть, там, я вот показала такие основные моменты, но там собрано, то есть, там есть и раздел по возражениям, то есть, он открыт, самой первой школы открыт, потому что, как бы, ну, мы все понимаем, что даже до активации номера бывает так, что приходят уже новички у новичка. Да, я скину ссылку. И поэтому, как бы, там есть информация вся, они там лазают, лазают, то есть, есть эти возражения там, там есть работа все равно, то есть, я даю, там есть раздел открытый все равно по теплому рынку, то есть, я не так, что, допустим, вот у меня человек пошел на теплый рынок и там, что пишет, там, выводит на меня все это, то есть, в школе новичка там параллельно, то есть, ну, и там еще есть в этом разделе отдельные подразделы именно по возражениям, по работе с теплым, там, у меня дано, по-моему, три вебинара, плюс даны примеры сообщений, то есть, по теплому рынку, то есть, я как вот примерно вам называла, то есть, в ситуациях, если, например, человек общается, например, да, с теплым, каждый день, и как он, то есть, да, говорит, и, например, если человек там давно не общался. Нет, там регистрация, то есть, я показывала скрин, вы проходите регистрацию, вот я сейчас даже вернусь, чтобы, ну, показать, вот первый скрин, где регистрация, то есть, там просто пройти регистрацию, как бы обязательно без этих данных-то все равно регистрация не пройдет, потому что там, как бы, чтобы в системе все, оно отображаться будет, то есть, фамилия, имя, отчество, рек, номер, ну, спонсора указываете, допустим, да, когда будете проходить регистрацию, как бы, можно, в принципе, вписать любого, кто у вас там и как, можно написать меня, в принципе, это не так важно, но самое главное, чтобы было указано все равно, потому что, как бы, графа обязательная там, ну, как, без нее, как бы, регистрация не пройдет, плюс электронная почта и телефон, на который была регистрация на, ну, в компании Арифлейм, то есть, данные указываются, которые были при регистрации. Все, дальше регистрация, когда прошла, вы попадаете на второй, вот, у вас, второй скрин, как у меня, вот, личный кабинет, только у вас не будет фотографии, фотографии, которую, ну, если вы захотите поставить, то есть, там, настроите профиль, будет просто видео подгружаться, ваши фамилии, имя, отчество сверху, и даны уже разделы. От разделов там, где обучение, школа новичка, она открыта полностью, то есть, там, данные, там, все открыто, ну, как, только эти задания сами, они под паролями идут, то есть, если задания будут интересны, там, тогда пароли скину от каждого задания, все, а так, как бы, школа новичка открыта, там информация, то есть, по возражениям, по работе с теплым, там же есть, кстати, подраздел запуск новичка краткий, то есть, если, например, человек привел новичка уже, да, вот, ну, не активировался он еще заказом, то есть, бывают такие люди, вот, например, я тоже не сразу заказ первый активационный сделал, то есть, не в первый день, даже не во второй день, но уже пришли новички, то есть, бывают такие моменты, там есть краткая такая, ну, прям, то только нужная информация уж в этом запуске новичка, то есть, там есть папочка отдельная с информацией, как запускать новичка, то есть, тоже, то же самое, что я сейчас вам рассказала, то есть, там просто расписано, как что делать, вот, какие моменты, и, соответственно, то есть, новичок начинает потихоньку-потихоньку уже это запускать, запускать, обучать его, сопровождать. Когда появляются новички, я даю доступ там для модерации на сайте обучения, чтобы они могли проверять и открывать доступ своим новичкам на обучение, то есть, когда новичок первый пришел, я по электронной почте там даю доступ к модерации, чтобы они могли там пойти, зайти в отчет, проверить, если все правильно, дать доступ к следующему заданию, то есть, и вот так, вот так, то есть, там все открыто. Если школа-партнеры дали, там уже пароли идут. Много. Дорого. Как бы, я, как бы, я сумма такая, как бы, немаленькая у меня. Как бы, называть я здесь не буду, если что, могу в личку написать. Но сумма немаленькая. Плюс, как бы, я все равно, ну, как бы, плюс все равно, как бы, я это, все равно, как бы, я сайт, у меня и человек есть, который, то есть, помогает мне, потому что я, конечно, не такой прям супер, там, программист и так далее. Все равно, как бы, есть какие-то еще нюансы, моменты, которые помогают решать и так далее. То есть, все это тоже платно. И улучшается сайт, соответственно, я его и менять буду. Ну, как менять буду? Буду более его делать уже более таким, поновее, что ли, потому что много информации там. Ну, не то, что устарело, там, в принципе, все то же самое, что, как бы, было при первой работе. Там все просто. Буду что-то дополнять, что-то убирать, что-то. Более немножко я хочу изменить, вообще, вид сайта. Все равно, как бы, поэтому это, да, это все платно. И поэтому, если кому интересно, в личку напишу. Здесь, как бы, не буду называть. Но скажу так, что, конечно, да, это не дешево. Все, вот. Но я не жалею, что, как бы, вложилось, что, в принципе, сайт работает, и сайт приносит хорошие результаты. Вот, там собрана вся информация, все в помощь. То есть, у меня, в принципе, я на данный момент, у меня нет никаких таких лишних там каналов каких-то, да, обучающих там, каких-то чатов, еще каких-то там моментов, сайтов, еще чего-то. То есть, вся информация собрана только на сайте на этом. И когда новичок, то есть, туда заходит, у него уже есть, то есть, вся информация, где что найти, где что посмотреть. Там... Вот, поэтому, как бы, там все собрано. Когда человек, то есть, туда регистрируется, проходит, там вся информация есть. То есть, новичку, в принципе, кроме рекрутинга по-холодному, кроме автоматизации, там, да, какой-то, кроме, там, отчетов, в принципе, да, пока он только начинает обучаться, если у него новичков нету или еще что-то, как бы, доступно, все. То есть, там даже есть информация, допустим, если человек хочет уже начать работать, да, вот по-теплому, допустим, запускается в работу, то есть, там есть информация, как начать, что, как, и все это. Поэтому все собрано, все в одном месте, все очень удобно. Вот. Но уже, соответственно, когда вы становитесь модератором, там, там, как бы, уже открыты будут возможности по отчетности, по уведомлениям. Там же проходят и платные, и бесплатные, отдельные, я уже говорила, обучения, то есть, там можно пройти дополнительно марафоны, какие-то обучающие тренинги проходят, то есть, да, каждую неделю и платные, и бесплатные, то есть, все это есть. Поэтому, как бы, тоже полезно и по личному бренду, и по оформлению страничек, и по каким-то моментам, там, таргетингу и так далее. Спасибо, что пришли. Самое главное, чтобы информация была полезна. Вот. Запись должна быть, я думаю, что тут вообще часа три, наверное, делаться будет, там, есть, насколько я помню, по именно этой веб-комнате, вообще по этому сайту. Поэтому, как только будет запись готова, скину в чат уже. Вот. Так, в принципе, у меня все. Какую-то информацию, что как, ссылку скину туда в чаты, либо такая просьба, не стесняйтесь тогда, если что-то как-то, пишите в личку, потому что, ну, как бы, много информации, много чего сейчас, и я могу где-то кого-то забыть и пропустить. Поэтому, если что, если вдруг в чате не отписалось или еще что-то, пишите в личку, тогда лично скину. Так, в принципе, вся информация, все, что хотела сказать, сказала. Так вот запускаю новичков, так у меня запускают мои новички своих новичков, так у меня работает моя международная ветка, вот, которая сейчас у меня, которая у меня сейчас прямо поперла. Вот. Так что, как бы, так у меня работают сейчас девчонки по России. И, да, у нас сейчас там, как бы, немножечко затишье будем сейчас, завтра будем на планерочке по скайпу этот момент, и все эти моменты решать, смотреть, изучать, там, как бы, ставить планы. Вот. Но девчонки работают активно, то есть тоже запускаются. У меня по, вот по, именно по этому, как бы, по этой системе, у меня новички запускаются. Есть, конечно, и неактивные, есть, конечно, те, кто может и заказ не сделать, например. И еще какие-то моменты. Но это бывает у всех, у каждого лидера, у каждого директора, у каждого, там, да, кто работает, и у каждого из вас такое тоже бывает. От этого никуда не деться. Это люди, и это наша работа, это, как бы, ну, наш входящий поток. Есть люди, которые придут и останутся с вами в бизнесе, и будут работать активно. Есть люди, которые придут, не зная зачем, не разберутся, например, или еще что-то, и уйдут. Вот, значит, не ваши люди, не ваша команда, не ваши бриллианты. Ищем свои бриллианты. Поэтому все бывает, есть трудности, есть какие-то нюансы. Да, у меня и международка, все по этому сайту идут. Там, в принципе, эта информация одинаковая. Единственное только, чем у нас сложность, я не знаю, я продумываю этот момент вот именно с, ну, человеком, да, с которым я, вот этот сайт, как бы, мы делаем, да, и который мне помогает. Чтобы решить вопрос, что международка-то там же страны разные, как бы, чтобы там по акциям, по каким-то моментам, потому что у меня, например, если оформление заказа, и там вся эта информация по России идет, то есть мы тут ориентируемся уже, именно я скидываю в личку или, допустим, в чат по выгодному заказу, если, например, у меня там, да, международка тоже добавлена, я туда скидываю конкретно во время презентации акции по той стране, где у меня, допустим, партнер находится. То есть вот этот момент, да, этот момент мне очень тоже самой неудобно. Вот будем прорабатывать, может быть, как-то, чтобы, ну, менялся, менялась информация, потому что в этом неудобно. А так, в принципе, все то же самое. Они запускаются также по той же системе, то есть также и собеседование, и также проходит все. Вот, то есть разная только регистрация, ну, там, да, разная только немного регистрация, потому что, как бы там, когда данные вводишь с сайта один, в принципе, да, там у международки все равно, и разные акции по-разному идет немножко там, вот эти все вот несостыковки, а так все то же самое. И школы также доступны, и вся информация также доступна, то есть все, ничего не меняется. Вот. Так, ну что, я тогда отключаюсь. Вопросов больше нету, да, ни у кого ничего. Все, что обещала, в чат скину. Тогда, если что, пишите в личку, чтобы ей напомнить, потому что много информации, много сейчас, что это, кто, ну, как бы, что нужно сделать, чтобы я не забыла, не пропустила никого. Ну, все тогда. Всем спасибо, что пришли. Так поздно. Выдержали. Так поздно. Час все-таки, наверное, да, где-то был вебинар. Вот. Если какие вопросы, задавайте, пишите в чате, в личку тоже отвечу, расскажу. Ну, и завтра на скайпе, если кто будет, кто сможет, тоже отвечу на вопросы, тоже расскажу, что как. Поэтому все, я тогда отключаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok